Почерк Кайшу До этого были почерки Джуань и почерки Лишу. Кайшу же стал основным почерком и он закрепил деление иероглифа на так называемые базовые черты. Базовые черты и их овладение базовыми чертами до сих пор являются самой основой в искусстве каллиграфии. Сегодня во многих школах китайской каллиграфии и японской каллиграфии люди начинают с обучения базовым чертам. Есть очень известная школа, которая называется Юн Цзю Бааа. 8 базовых черт и иероглифа Юн. И говорят о том, что все базовые черты почерка Кайшу есть в иероглифе Вечность, иероглифе Юн. Собственно говоря, вот этот иероглиф. В течение нашего урока мы увидим, как выглядят эти базовые черты иероглифа Юн. Как выглядят базовые черты почерка Кайшу. Хочется сказать одно. Самое базовое в этом почерке является принцип Дун Слэм. Каждая черта делается так, чтобы кончик кисточки шел посерединке. Пяточка кисти следует вперед, кончик следует за кистью, за пяточкой. Не забывайте про это при тренировке базовых черт. Начинается написание с того, что мы ставим кончик кисточки. После этого делаем небольшое движение вверх. Подземляемся всей кистью. После чего кисть возвращается в обратную позицию. Начинается разворот. В конце снова разворот. Возвращение в центр. Беру тушь снова. И пишу еще одну линию ХАН. Линия ХАН пишется под углом 5 градусов к абсолютной горизонтали. Если мы прочертим абсолютную горизонталь, то относительно нее линия ХАН будет иметь наклон. Такова она базовая линия ХАН. У ХАН есть разновидности. Например, укороченная ХАН. Дуань ХАН. Другая разновидность линия ХАН. Горизонтальная может иметь разные формы, виды. Может быть более тонкой. Либо, может быть, наоборот, очень сильной и объемной линией. У разных каллиграфов мы можем встретить разные типы написания этой линии. Вплоть до совершенно сильной и мощной линии. Поэтому отдельно ее тренируйте лишь некоторое время. Потом обязательно переходите на написание рубликов. Также нам очень важно освоить точку. Точка пишется таким образом. Ставите кисть на бумагу. После этого кончик чуть вверх. Кладете кисть всей пяткой. И дальше собираете кисть. Такова самая базовая, самая простая точка. Но есть и другие способы ее написания. Точка может быть заострена вверх. Точка может быть заострена вниз. Но обратите внимание, каждый раз это проходит через разворот кисти. Потому что основное и базовое правило китайской каллиграфии это джун фэн. Кончик посерединке. Мы также можем с вами встретить точки, направленные вниз. Точки часто пишутся парами и тройками. Например, они могут быть написаны вот так. Раз. Два. Как, например, в иероглифе огонь. Опять же, следите за тем, как движется кисть. Вот, например, точки, написанные тройкой. Либо Точки Написаны таким образом. Обратите внимание на динамику линий. Насколько эти точки композиционно, складно написаны. Четыре точки. Опять же, обладают определенной динамикой. Все они находятся под наклоном к единой вертикали. Мы можем их вот так вот Увидеть. Так же и здесь Мы можем увидеть С вами, как точки Образуют Как будто бы часть целостности. Здесь так же Так что Точки очень важны Не только делать правильно, Но и размещать в пространстве Тоже следует их правильно. Отдельно стоит сказать Про вертикаль Вертикаль В почерке кайшу Пишется абсолютно так же Начинаются с точки Разворот Кисти Выход на кончик посерединке И дальше Потихонечку Подъем Есть и другие способы ее Написать Сначала все то же самое Но в конце завершение может отличаться Например, кисть может быть развернута Вот таким вот способом Или кисть может быть возвращена Внутрь линии И здесь Мы как раз с вами начинаем говорить Про очень важный элемент Китайской каллиграфии Гоу Крюк Ставим кисть Введем вертикаль Здесь Разворачиваем кисть И выходим в бок Ставим кисть Введем вертикаль Отводим кисть чуть-чуть в бок Снова приземляем Разворачиваем кончиком к серединке И выводим вверх Еще один способ написать крюк Все это Способ описать вертикальные Вертикальные с крюком Стоит, наверное, у нас есть здесь еще немножко места Стоит нам рассказать Про еще один тип написания Ставлю кисть Введу И здесь Делаю такой длинный Телехватский крюк Вот Вот это и называется крюки Тексты традиции Вершина Толщина линии Могут разниться Мы можем с вами встретить И укороченные вертикали Вплоть до Вот таких вот Укороченные вертикаль С крюком может быть И даже вертикаль Которая имеет небольшой изгиб Все это Называется вертикальными Вертикальными линиями шоу Особый вид крюков И особым видом крюков являются крюки с изгибом Обратите внимание Крюк пишется все равно так Чтобы кончик вашей кисти шел посередине Чтобы пятка вела кисть Иногда Крюк имеет двухсоставную структуру Первая линия Здесь остановка Вторая линия И здесь выход на крюк Крюки могут быть разные Желательно, конечно, чтобы вот такого перегиба не было Поэтому это небольшая ошибка Вот здесь не должно быть перегиба Лучше было бы Сейчас мы напишем еще разок Написать его так Чтобы вот этот переход Остался совсем незаметен Это все продолжение того самого крюка Который мы с вами изучили на предыдущих занятиях Вот этого Вот этого И Вот этого Также очень важными Для каллиграфии линиями Являются откидные Вот, например, откидная влево Имеет очень много конфигураций Ставьте точку Разворачивайте кейс Двигаясь кончиком посерединке Идете под 45 градусов вниз Угол может меняться Может меняться и конфигурация линии Линия может быть более прямой Линия может быть Иметь и больший изгиб Все это называется Откидная влево Есть и другая линия Откидная вправо Пишется она под 45 градусов Уже вправо вниз Есть много способов написать ее Более прямой способ Или более изящный По множеству перегибов Это тоже Все и есть Откидная Влево Это тоже все и есть откидная вправо Также очень важно нам с вами Узнать про такую линию Как восходящая Ставите точку Разворачиваете кисть И двигаете вверх Это и будет линия Которая называется Восходящая Движется она под 45 градусов Вправо вверх Фактически из базовых линий Это все Но есть еще и другие линии Есть еще Линии Объединенные Линии составляющие Из нескольких элементов Их мы тоже с вами Должны пройти Вот например Такая вот линия Начинается она Как будто бы пишется Откидная А дальше Переходит В другую Сразу откидную Вот Такой вариант есть Есть вариант Совмещенной линии Когда мы ставим кисть Движемся Поднимаем кисть Снова ставим Разворачиваем И в конце у нас крюк Получается Обратите внимание На геометрию Этой Структуры Относительно Вертикали Горизонтали Здесь есть угол Но относительно Вертикали В принципе Ничего не нарушено Лишь небольшое Небольшое искажение Влево В целом же Линия Вся та же Есть И другие Сложные линии Вот например Такая Начинаете Вы с горизонтали И дальше Переходите На крюк После чего Поворот И вот крюк Уже готов И особо Сложные линии Когда У нас происходит Совмещение Сразу Нескольких Типов Линии Вот он Начинает С написания Иероглифа Юн С точки Дальше Переходит Горизонтали Горизонталь Сменяется Вертикалью Вертикаль Сменяется Крюком После этого Идет Первый тип Восходящей линии Который Сразу же Переходит В откидную Влево Затем Мы видим Нисходящую Линию И откидную Вправо Этот иероглиф И называется Иероглифом Вечность Иероглифом Юн Иногда При написании Каллиграфии Возникают Вот такие Помарки Сухие кончики В принципе Это Считается Допустимым Но Если вы любите Чистописание То лучше Написать иероглиф Еще раз И мы Все-таки С вами Напишем Иероглиф Еще раз Потому что Такой сухой кончик Это хоть и экспрессивно Но мне кажется Он портит Стиль иероглифа Поэтому Мы сейчас Напишем Этот иероглиф Еще раз Сначала Точка Затем Горизонталь Переходящая В вертикаль Переходящая В крюк Затем В восходящая Которая переходит Откидную Влево Затем Еще раз Откидную И Откидную Вправо Вот это и есть Иероглиф Юн Вечность Один из самых Базовых Иероглифов Которым Считается Есть все Базовые Черты Тайской Каллиграфии Почерка Кайшу Кайшу